Термоядерный приветик, с вами товарищ Атомный И я продолжаю игру всех программистов и командиров, а также ботов CodeCombat Значит, чуть-чуть я посмотрел с настройкой этой миссии Первое, что я делал невнимательно Вот задача Fightback, она должна была даваться не тогда, когда у нас есть крифон А тогда, когда перешел через границу вот этих минных полей какой-то из врагов И тогда герой начинает его атаковать Поэтому я здесь изменил, значит, он, герой у нас ищет всех даунов Ближайший даун выставим в 0 и дистанция 35 Счетчик даунов начинается D равно 2 Пока D меньше, чем общее количество даунов Если позиция X дауна меньше, чем 35 То есть по X здесь, вот смотрите, 30 Здесь 42 и, соответственно, уменьшается Если меньше, чем какая-то граница, то тогда возвращается Fightback И D плюс 1 Иначе он собирает монетки Это первое изменение Второе изменение в нашей функции бомжуй Здесь мы искали самые дорогие монетки Но практика показала, что с самыми дорогими монетками Герой начинает тормозить и переходить то к одной, то к другой, то к третьей То есть метаться между монетками А это плохо Поэтому я мелочью упростил просто до самой простой То есть мы ищем мелочь Если есть мелочь То у нас герой идет к этой мелочи Так лучше срабатывает Вот как-то так И атака изменилась Значит теперь у нас каким образом срабатывает атака Герой ищет идиота Если есть идиот и его позиция по иксу меньше 35 То пока здоровье идиота больше нуля Герой атакует идиота Вот как-то так В принципе завершаю и смотрю Как это все работает Вот, послал в атаку Командовать я переставил У нас стояло это действие в самом начале Нашего плана для героя Сейчас же получается я переделал И снова ее поставил в начало Ну она, то есть она стояла в начале В самом начале приказа Но потом я ее переставил Что она срабатывала только если есть грифоны И пришлось ее вернуть назад Вот как-то так Значит здесь дофига наездников Пускай убивают Блин, появился этот Лекарь Блин, нужно было лекаря убивать Что ж поделать Давай, вали, Ограф Вали, Ограф Алехандро Ты их всех забьешь Наверное Не, не удалось выжить 60 секунд А в тесте показывалось, что выживает он 60 секунд А че тут открылось Ээээ, не понял Не, мы разожгли этот огонь Защити рудники в течение 30 Выживи в течение 30 Шоссе в опасной зоне Но я же не выжил вроде как Нужное количество времени Непонятно Я думаю это зависит просто от случайности То есть если сейчас зайти То получится выжить Посмотрим Расскажите друзьям о нас Если нравится кода Компат Да рассказывайте Даже если у вас нет друзей Все равно рассказывайте Идите на улице Говорите Ты мой друг И рассказывайте Потому что игра действительно классная Мы прикольно Давно флагами не пользовались Да вот он идет Собирает монетки себе Призывает грифонов Спокойненько так идет Вот сейчас этот летучий фэнкрайдер Правильно же Жалко нельзя В полном режиме смотреть Какие войска вражеские Атакуют Значит он собирает монетки Выходят снова эти же Наездники Пока собираю Пока наездников убивают Все нормально Шаман Нужно было бы мочить Шамана в первую очередь Конечно Искать босса И мочить его Но нет Нет Не выживает Да Не выживает Что же поделать Еще одна миссия И еще одна миссия Которую нужно будет улучшать Нужно будет достать его босса Упорство и труд Ну ладно Ледяной охотник Не все яки одинаковые Не дразни больших и старых Ну давай ледяной охотник Попробуем 6284 А ну магазинчик Хватит ли купить на броню 6284 По-моему хватит А 6600 Нет Еще не хватает Ладно Ледяной якой Пошли Валить Ледяной якой В имени которых Есть босс Используй функцию Из Субстринга Word Субстринг Для проверки Встречается ли Айдияка Строка босса Делый пал Что тебе Выбирай только Самых маленьких Ха-ха А че не босс называется Имена Небольших яков Содержат Под строку Босс Эта функция Проверяет Содержится ли Под строка В слове Значит у нас Есть из Субстринга В слове Субстринг Мы Перебираем Только Начальные Индексы Write Age Length Word Минус Length Субстринг Ага То есть Это Длина Слова Он узнает Какая длина У нас Массива С буквами Всеми Минус Длина Вот этого Вычитания То есть Три Буквочки Босс Минус Длина Слова Босс Можно Минус Три Перебери Индексы Слова For И Живт Индекс Не Равно Субстринг Джет Проверь Следующий Начальный Индекс Брейк А как Вы не Проверить Следующий Начальный Индекс Это Это Была Последняя Буква В Подстроке И В Джет Равно Ленд Субстринг Нас Один Подстрока Имеется Слове Return Мы Не Нашли Подстроки Перебери Всех Врагов Найди Всех Врагов Здесь А Пока Е Ин Рейндж А Энеми Равно Используй Функцию Субстринг Для Проверки Имя Врага Содержит Босс Значит Это Нам Нужно Вызвать А Какое Здесь Слово И Ага Субстринг Ну Здесь Вот Так Наверное Босс А здесь Enemy Точечка Иди Вот так Наверное Это работает Тогда Победи Его Атак Hero Атак Enemy If If Что у нас Субстринг Может Вернуть А Тяж Тяж Хорошо Если Просто Вот Это Вот так Вызываем Вот так Вот так точечка больше нуля вот так вот такой врага сколько ошибок будет чтобы пошла комиссия неужели с 1 получится о по моему с 1 получится хорошо 1 убили 2 ну давай завершить начинаю прям с первой получилось но вот так функция поиска и вы меня какого-то там значение слова она написана сложно когда я проходил курсы cs50 там тоже были задачи на поиск слов в строке но там по-другому код писался ну лично я его лучше понимал чем то что написали вот в этой задачи 3 як и остался последний маленький так он еще может меня и завалить оу а вот это я не ожидал хиро так значит здесь и хиро точечка из ready готов навык ваш у нас ваш пенами да и давай щит используя вот так вот погнали все правильно но не пережил атаку просто башен быстрее вырубает вашим сразу почти полжизни срубает там же больше атака сразу баш и полжизни срубил якобы а иначе не хватает атаки это впервые что монстры стали прям такими сильными что убивают героя а вот эти дети конечно стоят и спят и если их тронуть наверно то если тронуть не того яка все отлично убиты все сколько 118 ну пока еще не хватает я думаю на то чтобы пройти хрупкое равновесие пошли сохраняй баланс уравнивая число своих солдат и охрана не знаю даже 6402 пока много окажется ну мельсен манделла да-да-да пока мы это не знаем не разозлили йети если одна из армии становится больше другой беспокойные солдаты будут атаковать и разбудят йети в пещере неподалеку но охры на севере заблокированы на них можно не обращать внимание призывая по одному солдату на каждого ора который появляется с юга юга это снизу получается заметь что функция файнда south and units добавляет юнита в конец массива ага да 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 есть такой массив как аппенд действие как аппенд добавить в массив и и я хотел с ней попрактиковаться то есть у нас появилось действие аппенд юнит это когда у нас есть группа множество допустим там класс 10 человек и тут и приходит новый новичок в класс нам нужно добавить его в класс чтобы группа увеличилась то для того чтобы в программировании добавить в группу какой-то элемент нужно выбрать эту группу и дописать аппенд то-то то-то аппенд переводится как добавить есть три способа добавления есть аппенд то есть добавляет в конец группы и есть добавлять в начало группы и есть добавлять в середину группы действия вот это аппенд и как я понимаю в конец группы добавлять самое простое добавляет погнали призови по солдату на каждого огра к югу от тебя не подсчитай огров на севере помни массива и юнитов в качестве параметра возвращать только юниты к юху от героя фан салан юнит юниц юниц у меня салан юниц пока ничего for юнит in и юниц и фой юнит поз и игрек боль меньше чем хиру поз и игрек добавь юнитов массив ну да аппенд юнит добавить в этот массив причем салан юнит вернуть массив вот этих южных юнитов фан хиро фрэнс типичный склад а я не мисс хируфа используя фан салтен чтобы получить у врагов на юге вот так вот было интересно если бы написать всю эту функцию самому здесь вот так хорошо если уров на юге больше чем друзей призови очередного солдата и в а он перебирает и добавляет сюда не юнит а мест и вызываю я подсчитываю количество врагов здесь даже нужно будет номер врагов аниме скил то есть это количество врагов и здесь лэнкс узнаем размеры вот массива которые не вернут южных их н и миски у больше чем длина склад призыви очередного солдата сам он хирусом он солнце ну так вот смотрим сколько ошибок будет я думаю ни одной так поздно поздно вот призывал еще вызвался звук отлично все просто прекрасно да ну отлично удалось с ив пройти 80 уровней а нужно 100 124 да монетки но это все равно не хватит пока на вот этих всех тут у нас есть еще какой то открылся флаг агрессивная мимикрия следи за волками в овечьих шкурах ну давай и чуть чуть не хватает буквально монеток чтобы победить волки в овечьих шкурах интересненько защити деревню от орков имитаторы идут орки переоделись в крестьян подлецы проверяя всех друзей у которых имя начинается зок и атаку их пропускай всех крестьян и атаку всех оргов защити деревню от орков следи за орками крестьянами и за орками переодетыми в крестьян эта функция проверяет наличие начинается ли текст со слова the start with text word если слово длиннее тогда текст if length word больше чем length text return fast перебери в цикле по позициям символы слова text for index in range длинна слова длинна слова if word ага ну текст это да if word index не равно text index значит слово не совпадает с текстом return true подозреваемый друг кировой мир и рафан френд на фоне друзей но же ходят ближайшего среди друзей со сколькими со спектр энда иди юси де функция на статуи стучек если имя ну хорошо их старту из начинается здесь мы включаем имя нашего проверяемого того кого проверяем а это стандартное имя с которым мы сравниваем а так со спектр значит что почему я вот так записал потому что вот тут в этом действии будет проверяться а есть ли в имени зок и если нету то он поставит файл а иначе вернет true то есть если вот это все действие дает целостного как бы не существует и соответственно тут если есть вот это действие то есть если она возвращает истину then attack suspect friend while suspect friend точечка health больше нуля атак hero attack ну так вот так вот enemy hero for me if there is an enemy then attack it ну понятно if enemy если есть враг то так иначе возвращайся к красную иначе возвращаемся 2727 погнали ни одной ошибки я считаю а вы как пропустил это оказался да завалил простого игра тоже пошел завалил молодец возвращается и это оказывается огур сволочи не не будет нам троянских огров а это кто такой не 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 куда пошел стой не двигаться милиция имена советского закона становитесь вы нарушаете ограничение по размеру слишком много жрали вот тут визуально видно кто огур а кто настоящий селянин прекрасно ну классная миссия была мне понравилось да еще одна открылась ага то есть это все будут дополнительные миссии оказывается десяти ну хорошо у меня 7600 а надо было по моему 6000 я что-то перебрал до 6600 а там 7000 уже хорошо значит взял мега шлем есть что еще осталось взять книжки есть тут нету щит я самый крутой взял лучше просто нету можно конечно крутой меч какой-то вот разблокировать но у них же нету навыка клив да у него хороший урон но нету навыка клив аксессуары аксессуары я по моему тоже самые крутые прикупил которые были ну вот разве что очки какие-то see through walls видеть сквозь стены он может интересно а эти сквозь стены не могут ну ничего пока не надо такое ладно самые крутые вещи взял громкая безмолвие тишина единственное что может отвлекать в шумной комнате погнали погнали шлем 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 нужно наводить молодец почему перчатка снялась я что-то не понял почему снялся самый крутой доспех все остальное на месте вроде как на месте жизнь 1 1 регенерация без разницы в принципе пошли прописные строчные герой должен достичь конца комнат питомец должен достичь конца комнат помоги герою питомцу выбраться из комнаты у солдатов есть свойства пасворд и волюме определяющий сам пароль и его громкость используй строковые методы to lowercase и to uppercase для получения нужного регистра значит это лоуэркейс это стандартное действие стандартная функция она есть почти во всех языках программирования стандартных библиотеках она превращает все напечатанные буквы в маленькие то есть вы написать сочетали слова большими заглавными буквами использовали вот эту функцию она все перевела в маленькие буквы а вот это наоборот делает все в большие буквы их можно использовать как на все слова целиком так и допустим там на первую букву то есть эту uppercase используют для первой буквы чтобы первую букву слове делать ее большой вот так хорошо погнали передай героя передвигай герой питомца к выходу death on here event сюда события какое-то передвигай да услышал узнай громкость пароля ворс и вэнт мэсэйдж сплит как я не понял вольюм и звук ворс ноль пасворд ворс один если пароль должен быть громким и волью мэл аут питомец повторяет верхнем регистре топорка если пароль должен быть тихим питомец повторяет это в нижнем регистре пациенту 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 а гэф пасдор гвард равно хил файнерест хирофан сенджащего друга находит паспорт гвард паспорт дай пароль пожалуйста если пароль должен быть громким если пароль должен быть громким но он тут сохранил паспорт а вот у него паспорт есть значит вот это копирую вставляю сюда пас удаляю только у нас не пэт хироу герой говорит не ворс а паспорт а паспорт слово в верхнем регистре он говорит а если нужно чтобы тихо сказал то он у нас здесь вот паспорт хироу сей паспорт давайте не паспорт это слишком будет просто хрень он будет говорить хрень вот так вот хрень вот так вот хрень даже вот так вот и бэпом хрень отлично то чего я и добывался хрень хрень пусть он говорит хрень да по моему чудесно ребят все понятно о чем он говорит да хрень 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 еще раз хрень отлично пусть питомец слушает охранников pet on here код для прохождения игрока пастор пастор ну давай завершить смотрю с первого раза получится получится а что не так а здесь не та буквочка хрень хрень первая ошибка всегда пишите скольки отлично погнали да сказал и прошел победа хрень нас спасла две ошибки в этой миссии мне прям эта серия понравилась достаточно много миссий дополнительных получилось пройти и смотрите открывается да вот это все вспомогательные миссии ну че можно их попроходить будет ладно с вами был товарищ атомный комментируйте спрашивайте что вам было непонятно потому что если не спросите то не поймете никогда а я могу объяснить вдруг так получится что я что-то знаю и смогу объяснить и кроме того хвастайтесь рассказывайте какие у вас достижения до следующей серии